Мы находимся в поселении Поварова. Здесь в районе СНТ Энтузиаст идет поспешная масштабная вырубка леса. Совершенно здоровые деревья рубят. Объясняют, что якобы это санитарная рубка. Показали какой-то странный порубочный билет, на котором ни подписи, ни печати, ни цели вырубки. Проблема в том, что вырубка ведется в том месте, где запроектирован огромный мусорный полигон. На мусорный полигон Поварова нет проекта. Нет никакой разрешительной документации. Он, естественно, не прошел никаких экспертиз. Даже проект его не разрабатывается. На сайте госзакупок указано, что контракт о разработке проекта расторгнут между администрацией и проектировщиком. То есть даже проект еще и не разрабатывается. Тем не менее, уже началась, судя по всему, расчистка площадки под этот полигон. Тут идет сжигание порубочных остатков. Горючая жидкость, по-моему. Вот здесь прекрасный лес. Можно даже посмотреть по краю. Какой хороший здесь лес растет. Техника тут у них без номеров, как всегда. Брошенная. Водитель сбежал. Никого нету в кабине. Грузят лес. Это он у них такой больной, типа. Наверное, еще продавать будут. Разговаривайте, пожалуйста, нормально. За деревней Лыткино. СНТ-энтузиаст. Лес вырубается около СНТ. Около СНТ. Ну, 500 метров на СНТ-энтузиаст. 200 метров. Надеюсь, много жителей СНТ собрались. И ближайших городов. Потому что... Да. Да, все верно. Да, да. Деревья абсолютно здоровые. Нет никаких информационных счетов. Мы не понимаем, что здесь происходит. Отсутствуют подписи печати. На любом принтере такие документы можно сделать. Будем здесь ждать варят. У водителя данной машины. Путевого листа у него нет. На какую организацию он работает, не знает. Ну, и сами же говорят, что там в одном километре тут свалка. Все понятно. Ребят, можем сходить до свалки. Вот как раз сфотографировать, что то, что здесь будет 500 метров, то, что здесь нет. Да, то есть тут была незаконная свалка, вы имеете в виду, да? Вот сейчас ее они узаканивают и расширяют. А некоторые вон квартиру продали, переехали, построили дом. Теперь здесь живут. Здесь три недели назад не приходили. Тут, значит, пять лет назад закрылась незаконная свалка, а теперь решили сделать законную. Это старая свалка, вот она. Вот она начинается, вот она пошла. Вот такая гора. Вон там деревья. Да, вот, то есть она уже стала зарастать травой как-то, вот, природа уже стала восстанавливаться. То есть вот тут вот природа сама свои раны залечивает как-то постепенно, если ее не трогать. Вот, но если здесь будет еще один полигон, то, чтобы легально сделать им полигон здесь, им надо сначала разобраться с этой кучей, а конкретно убрать ее полностью, отодвинуть от охранной зоны реки. Вот, а это что за место, поясните? Вот это как раз полигон, бывший полигон войской части, ракетных войск. Вот эта куча, которую мы проходили, вот эта следующая куча. Вот здесь вот река Радумля протекает, вот в этом месте. Вот это вот болото, откуда оно берет свое начало. То есть оно находится вот там вот дальше. Все это огородят, выставят охрану, собак, ну и, соответственно, частная территория, что хотим тут, то ступим. А вы там, хоть там все сдохнете. Ставят забор, скоро эта территория будет недоступна уже для прохода. Я взял для полиции пакет документов, необходимый, чтобы у нас здесь все официально, никаких... А что официально происходит? Мы здесь красную дорожку вырубка под ограждение, благоустроиться территории, вырубка и... Благоустроиться почту, под строительство мусорного полигона. Вот полигон рядом, вот у вас палка рядом. А это что? А гражданин чего? Какого периметра всего? Периметра чего, извините, какого сооружения, периметра? У меня разрешительный документ так не указано, что здесь происходит. Что за организация тут? Солочногорский УПС. Заказчик администрации. Вывозит лес. Вот целый лесовоз загруженный. Прямо как из Сибири вывозит. Вот, значит, номер М-684-ТТ-750. Идем, идем туда. Отпись электронно-цифровая. Вывозит компьютер, изучайте, что это такое. Пойдем, идем. Какой-то нервный товарищ тут чуть всех не сбил. Да, что он так нервничает? Вот, а тут вот везут леску. На основании чего? На основании чего, министру обороны? Нет. Да, вот, позвоните. Нет, министру обороны. Здесь часть лесковой службы. Документы, документы. Везспокойся. Вот, дай мне подоручить. Это давно какой. Нарешите народу. Вот, прескакал. То есть здесь у нас войсковая часть строится? Все завтра идем дружно в администрацию и спрашивайте, есть такой документ или нет? Вот, если вам завтра скажут, что его нету, вы завтра сюда все возвращаетесь и говорите, блин, вы здесь что-то делаете незаконно. Вам показали документ. Ребят, сходите в администрацию и там спросите. Я сам работаю с чиновниками, работаю с разными структурами. Тут написано, подписано цифровой подписью. Не подписано. Идите в администрацию и говорите, ребят, вот мы пришли, там лес пили, вот такую нам показали, есть он или нет. Если вам скажут, что нет, вы завтра обратитесь сюда. Это к чему относится? К сухостой или чину? Причем здесь вообще сухостой? А он бумаги на обеих. Мы сами бумагу посчитали свою. Это не санитарная губка. Здесь у вас все в порядке. Это не санитарная губка. Мне подлежит компенсация. Мы не собираемся компенсировать нормальные здоровые деньги. Не собираемся ничего компенсировать. Я ничего за наивистый. Я еще выбрал. Я подправлю. Я подправлю. Я подправлю. Это документ, что будет военная часть. Вот что это делается? А что будет? Вы занимаетесь, вы не знаете, какая востковая часть? Выйдет товарищ полковник. Обязательно. Обязательно подъедет. Они мне в электрон увидят, что здесь санитарная вырубка и то, что рубит сухостой. Значит, администрация не заведует санитарными рубками. По телефону сказали, у нас есть капель в телефонном разговоре. Так вы нас посылаете, а не к вам, вы к ним. Написано, что простой, а вырубает вообще не простой. Где написано? По телефону есть. В Кокарскове можно кидаться долго и четко. Завтра встречаемся. С войсковой частью разговариваем. Документов на вырубку нет у них. Проезжают какие-то машины по пропускам, говорят, но... То есть они не... Ну, понятно. Позвоните в администрацию. О, позвоните в администрацию. Позвоните в администрацию. Есть телефон. Вот вас беспокоит помойка, а на этом участке ее не будет. Хорошо, вот в этом договоре... А что будет? Объясните, ну что будет-то? Кокарсковая часть. Какая? Это не ваше дело. Нет, вы сейчас привезли договор... 8 лет тому назад вы сказали, мы не дадим перить московскую область. Это легкие Москвы. Московскую область запретили перить. Королет распродился так, что каждый год по 6000 гектар вы перили. А ну засохнут! Так у вас санитарная рубка или что? Нет, санитарная рубка. Зачем вы про королет говорите тогда? Да потому что вот вам погалдеть походить, вам дома скучно носить. Слушай, ты меня чуть не задарил. А ты под машину мне кидался. Что, не я под машину кидал? Конечно. Почему здесь пропачили, не пропачили? Вы его сейчас в американское посольство, патриота России вы отправляете, в американское посольство. Вы что, отдали эти земли в Минобороны? Это Минобороны? Порубочный билет от администрации? Ничего не вяжет? Все нормально? В общем, да, все не сходится. 525 версий. Полиция не приехала так и так и не приехала. Ну им просто дали команду, видимо, чтобы не ехать, пока все не разойдутся. А там они приедут, а никого нет. Мы уже вырубили все, что хотели. Мы уже вырубили все, что хотели. Вы сказали, что больше не будут ничего вырубать. Вот я вас ловлю на слове. Вы сказали, что не будет. Часто вырубается 300 на 300. Вот та стенка еще подровняется. И вот то, что за бункером, тут кусок тоже. Больше никуда не будет распространяться. Чтобы это все огородилось забором. Секретная часть. И ни одна проверка проверить не сможет. Потому что теперь... Они приняли заявку и сказали, как освободить снаряд. Мы вам сразу пересмотрим. Ага. Да, 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 да.